запись пошла всем привет всем привет что ты так загадочно улыбаешься рассказывай преддверие полнолуния во льве тут короче я прям прям распечатал екатерине на комментарии далее он в короне это грива вокруг головы не случайно это символ соединения противоположности как затмение соединение луны и солнца дает солнечную корону венец соединение и и я мужского и женского семейную пару обязательно венчают царь царицы обязательно в коронах так и в кадутее две змеи напротив друг друга извиваются а сверху шишка как шишковидная железа и коронная чар чакра верхняя видимо это основа нашего мира бог так создавал мир разделил верх и низ получилось пространство разделил тьму и свет получилось время человека поделил на мужчину и женщину вот такой венец творения и суть человека получается соединять противоположности и материализовывать идеи творить а лев получается принимает какой-то информационный сигнал и транслирует держит пространство и руководит материальными процессами вокруг но только здесь стоит у нее вопрос она задает вопрос такой а ведь и правда подметили что лев и или царь как и иван дурак лежат на полном обеспечении и как бы ничего не делают а на самом деле держит пространство лев любит лежать на камне иван на печи а царь сидит на тронном камне вроде в основе тронов всегда есть камень опять вопрос получается камень участвует в процессе вопрос как близко до самой сути но откровение откровение это будет дальше что скажешь по откровению кто есть лет и что за процесс ну давай мы вообще начнем что слово мы же прошлый раз с тобой начнем что что такое лев кто такие левиты что надо с этим разобраться куда чего откуда уши растут как я разобрался я же полез по словарям и выяснил что кажется в латыни от просто открываешь латинский словарь левис свет все дальше уже как бы все понятно шли левис свет то как бы левиты это просто наши священники на латыни ничего там нет никакого это просто на латыни были левиты и значит когда они тут они они просто оставили это название нам часы как левитов везде падают просто священники все ничего там как бы нету а лев почему он он светится вот это момент какой это вот как святые да почему свинь святой это сейчас нам там придумывают ему какой-то дают значит принимает его сон в отряд этих святых этот касту святых а раньше никто никого никуда не принимал если был святого него светилась аура человека когда работает активно разум сознание когда он подключается к всевышнему и работает в потоке да у него аура начинает светиться и раньше это свечение вот этой аурой люди просто видели чистого реально физически и поэтому он был святой и у льва когда он работает в потоке когда он управляет пространством она вот там все правильно написал что он лежит он в потоке и он управляет вот этим вот территории животным миром он царь зверей его не царь людей он именно с животными управляет и когда поток идет через него да и у него тоже вот он подключается к информационному полю начинать на информационном поле смотреть все у него тоже начинает светиться его аура начинает светиться поэтому он лев который светится который свет все и помнишь у нас там под одним из роликов комментарии то он написал из хроников нарне что вот лев это бог творец который пением создает мир ну правильно только это не тот лев который вот животное тот который брахма который центральная звезда системы он вот он на самом деле в хронике нарне описан что он светит он с пепеньем создает мир ну да но дело в том что в хрониках нарне просто таким аллегорическим образом показан сам процесс и показан кто если да как как пуговой за камуфлирован опять же вот смотри четыре лица брахмы 4 вот ангелы телец лев и орел или сокол да вот я опять не понимаю что если мы берем четвертую составляющую лев как один из четырех это вот процесс свойства определенная до одной из свойств брахмы как такового давито и всего такого прочего я теперь понимаю почему нам усиленно навязывают что говорят что тотем сатаны дьявола это лет да ну правильно кого надо опорочить да ту же остатку да а вот пожалуйста почему у нас все по всей этой античной цивилизации и львы то стоят расставленные да ну да понятно чьи они теперь все понятно чьи и самое что поразительное тут не надо объяснять вот это святой молись ему его видно и либо и мы не молились их просто уважали за то что они могли вот в это состояние входить то есть это не молитва было и как бы это просто было ну как отцу в уважение это матери оказываешь точно так же им оказывали уважение то есть это не молитва и не почитание как бы какое-то преклонение это просто оказать уважение да это взаимодействие и нужно обращались ты можешь сделать да исцели или подскажи и что самое характерное даже в наше время еще были зафиксированы случаи когда среди леса темного леса какого-то дремучего вставали столбы огня вот там говорит появился молитвенник ну или старец люди шли туда и находили телеку как у сера пима саровского вот поэтому этот признак прямой а царь зверей лев он поэтому лев потому что имеет схожие свойства но только только на уровне зверей ты мне начал рассказывать сегодня по телефону готовясь к стриму что накопал по балу значит смотри я сейчас по на папа начал что я вот это то что мифология месопотамия междуречье да это вот где и тигр и фрат это иран и рак вот это все персидская империя бывшая да вот и я начал по этим мифологии я хотел что взять сделать табличку и даже начал ее делать в акселе думаю я сейчас ее сделаю начну их это как кто с кем соотносится греческо-римской мифологии по скандинавской мы фактически их сопоставили да то с кем все там понятно то есть семь восемь основных богов кстати интересно по 78 понимаешь вот я тоже с этим сидел мне там написали в комментариях потом что есть бы было и восьмидневная якобы неделя и было девяти дневная неделя но против эти дневную неделю ничего не нашел про восьмидневную вроде как есть какое-то указание что было у римлян якобы какой-то период вот упоминание есть такое да но я вот сейчас думаю что семидневная неделя да получается что семь основных богов было в какой-то период а если их было восемь то восьмой это куда-то значит делся понимаешь значит он был исключен из общей структуры или он потом появился понимаешь вот этот момент мне пока не понятен 78 да вот понимаешь вот это вот число но играет здесь на этом месте но как тем не менее со времен вот этих вот ассирийских значит этих жрецов да у нас семь дней недели они называются в честь планет и в честь богов 7 основных планет 7 основных богов ну вот тут как бы более-менее понятно как она что и откуда ноги растут вот двигаемся дальше я начал расписывать этих богов и значит начинаю разбираться с баллом бал бал да значит это у нас у этих у это повелом и ассирия значит вот у них значит а балал вот они значит пишут пишут верховное божество сотворялся с юпитером значит и так далее и потом вдруг но при этом значит вот встречаются в текстах упоминания балл этого сильного ветра балл того балл сего балл различных стихий я такой опа стоп ребята а вот с этого места поподробнее если он употребляется не просто как конкретно когда к этого конкретной сущность до имя конкретной сущности как юпитер да или как венера да то она вот и есть ну некая сущность с ней связаны какие-то характеристики а если это начинает употребляться с разными то это вот как наше слово бог да ну вот не в толковании христианство толкование язычества да вот все эти сущности имеют качество бог да то есть это не нечто это указание на какой-то функционал свойства вот какой-то сущности но их богов при этом много да или царь вот у нас был царь значит и царей тоже было много название должности и получается что раз она употребляется сочетание чего с какими-то характеристиками да значит что и да значит это был тоже не конкретная сущность а название функции да название свойств как чего-то да то есть это получается функционал точно так же как яхве точно так же как иоанн и этот январус ну иван иоанн инварус да то есть это получается явно знает а получается название некой случае ну как брахма в каждой планетарной системе есть свой брахма брахма это функционал вот так балл значит понятно это тоже у нас функционал то есть это просто самое главное как бы существо и как бы в некой системе и если мы берем какую-то подсистему то там тоже свой балл существует ну как есть да президент есть президент россии есть президент татарии башкирии и так далее понятно там свой президент но он рангом пониже так ладно двигаемся дальше начинаешь у мерзкую эту мифологию смотри там мордук высшее божество мордук значит и тут значит я в статье про мордука тоже читаю что вот был мордук такой территории сикой территории и то же самое там стихи различных здесь тоже получается это не конкретное и имя какой-то сущности конкретной да а это название некой функции некого статуса и мы получаем ту же самую систему ты понимаешь что и получается что когда вот они получается только какой девятнадцатый двадцатый конец 18 начало 19 века они поначали пытаться здесь монетеизм христианство городить и монетеизм делать они похоже скорректировали эти все мифологии и в комментариях там написано значит толкование что вот значит джейцы это рассматривали что вот эти все как бы полубоги это было воплощением значит верховного божества только более типа ну как бы его ипостасями типа то есть он мог представить значит видеть вот таких вот таких вот еще сущности думать чего это смотрим вы так объяснили чтобы как бы подтянуть это все под монетеизм да и сказать что сущность 1 но она вот типа в разных лицах предстает но изначально это это понимаю система та же самая что в греку римлян то есть было множество богов просто верхнюю точку ну как бы верховный уровень занимала в разное время разное существо понимаешь то есть мы получили ту же самую картинку что мы имеем здесь вот причем что интересно когда начинаешь по этим всем смотреть про вот эту вот шумерскую мифологию шумерских богов и вот этих богов вавилона ассирии там попал во многих статьях прям открыто пишется что да вот этим богам поклонялись в том числе и в риме и римские легионеры я говорю так погоди а причем тут вроде шумерские боги и римские легионеры получается значит время знали просто имена а как вы определили значит какие то есть общие черты атрибуты до характеристики вот и получается что ну грубо говоря вот мы когда живем да мы знаем что у нас его зовут так там его зовут так но это сущность одна и та же и получается что там они поклонялись грубо говоря пар сюда а у шумеров я сейчас не помню как там они тот же самый бог присутствовал просто под другим имени то есть как бы это даже вот ну фактически задокументирован получается потом значит эти войны богов до присутствует борьба богов кстати то что там и штар вот это а а старта да то что мы с тобой прошлый раз обсуждали то что ты читал то вот своем этом в трансляции вот значит богиня то который образ венеры да у них возник конфликт он этот конфликт возникает как бы если по гречке мифов тоже он присутствует вот и там открыто написано что вот эта борьба богов которая писана в шумерской мифологии она соответствует титана махии у греков ты понимаешь да она это вот тоже самое событие вот она соответствует все то что и требовалось доказать ты понимаешь вот и с этой вот богини я когда начал смотреть я понял что да это вот как это победившая сторона демонизирует проигравших то что вот они там объявляли я так понимаю что поскольку она была богиня благородие до семейных ус вот этого всего там природы и так далее любви дита рождения и прочее то то что у христианства начинается вот это вот гонение на запрет секса и всего что с этим связано и плотских вот этих всех вещей это вот прямой отголосок того что не начали и демонизировать и начали это все запрещать понимаешь вот этот я вот четко просматривается да я не могу отделаться от мысли что вот наша цивилизация на определенном этапе они она бегает по планете доставшиеся в наследство видеть еще рифаимов в трех с половиной метровых гибаримов там пяти с половиной титанов еще может быть 12 кто-то может быть встретил святогора и где-то племена собираются у костра и обмениваются и вот кто-то расходится кто-то как чебурашки бежал бежал запнулся половину забыл половину потом придумал домыслил у одних стала и штар у других а старта я стал асово перечитывать святорусские веды там аналада она и есть а старта понимаешь все одно и то же туда же это не до подземный мир спускались единственное что вот эти вот условно говоря дети которые 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 были вот новоначальная наша цивилизация они вот как вот как слышали как поперепутали как по наврали потом может быть какой-то жрец или волк или стали сказал не не ну немножко да вот вот так было ну вот они поэтому похожи структурно похожи друг на друга все эти мифы вот одна цивилизация это прошлое я еще сейчас не закончил но там понимаешь я четко по сюжету я понял что там также точно смена поколений идет по власти вот этих вавилонских ассирийских системе что там было одно поколение потом пришло второе поколение другу поменялся верховный бог поменялся и в конце третье поколение приходит в чем они там выводят кто от кого родился да то есть я четко вижу что количество поколений совпадает понимаешь что там что здесь римлян греков три поколения четко да и у этих три поколения не 5 не 2 до 333 везде по 3 то есть уран сатурн юпитер уран сатурн юпитер понимаешь значит где этот кой забыл какой-то греков урана звали короче короче там был тоже он у них хронос микро хрон как короче круг крон это сатурн там еще был до него я не помню как вот ради отец это крона кроноса вот и юпи и зевс да там тоже это было вот у вот уровень урана выпадает у скандинавов у них есть один у них есть тор кто отец одина и понятно то есть вот у скандинавов это более ранний период он выпал я его не нашел я подозреваю что это просто более поздние рода которые еще у них нет знания том уровне который был до них то есть они создали в период одина да они появились позже они появились позже но у них есть более поздняя часть мифов которые нет скажем у греков и миллен получается те раньше кончились да и уже они не не про рагнарёк про вот эту то что блоки якобы погиб этого нету в греческих низких нефов а у скандинавов она есть значит они пережили катастрофу и сумели это как-то в миф отразить понимаешь вот саму эту катастрофу а греки вероятными либо они пережили либо те кто писать то есть понимаешь там скорее всего еще какой момент что скандинавские мифы судя по всему были записаны позже они транслировались через устную традицию были записаны позже а греческие римские мифы судя по всему знаем по допотопным еще источником то есть после катастрофы какие-то письменные источники сохранились но в этих источниках еще сама катастрофа не было описано понимаешь и когда мы их нам их перевели там разложили а последнего куска в них нет поэтому у этих есть у тех нет а почему нет потому что некому было написать ну или тот кто написал те книжки которые потом нашли после катастрофы они еще и эти события еще для них не произошли понимаешь либо да да но их еще они не произошли резюме это очень простое мы прямо видим все доказательства прошлой цивилизации античной как таковой но античная цивилизация это уже на стыке то есть были и были еще частично большие частично средние и вот уже наша цивилизация уже здесь была да но все вот эти вот эти вот эти вот четырех с половиной метровая понял что они назывались анты вот это вот вот это вот племя она называлась анты вот так теперь смотри еще то что я хотел то что эти по телефону то рассказывал еще про поводу вот этих четыре уровня то что поэтому в прошлом ролике с тобой коснулись иоанн иван иванус январус да вот это все да вот и ты потом гришь ван ван так это же у ван это счет один это у скандинавов да и 1 1 вот а я потом сижу думаю интересно ну раз иван да а сколько у нас в истории было четыре ивана иван первый иван второй иван третий иван четвертый грозный да а потом сижу думаю так а у нас и четыре центру этих высших бога было центра системы у нас был уран потом сатурн потом юпитер и последнее солнце которое пришло и все начало наводить жестко порядок и всем раздала по шапке вот вот тебе пожалуйста иван грозный четвертый то есть она где-то видимо в текстах как иоанн первый второй третий четвертый фигурировала и они просто их чтобы эти все тексты не переделывать и не корректировать они просто взяли и вокруг них создали что это были цари понимаешь который иван первый второй третий четвертый и вот 4 типа грозный а судя по всему это не цари были это о них может и было физическое воплощение в виде тела да но это не цари а это вот иоанны вот эти вот грубо говоря главные божества вот а дальше мы выходим на какой момент что если янус январус это как бы функция да и и занимают разные сущности а у меня в свое время было вещи что вот с янусом что янус это некий якобы сущность конкретно я тогда еще не знал модель да и я считал что это конкретная некая сущность и что получалось что меркурий гермес вот это локи да что он с каким-то с какой-то этой сущностью заключил какой-то договор и дальше он евреев ну свою эту паству все кто служил ему он их подтянул чтобы кому-то помогать вот а потом я вот когда понял что эти янус январус это это с функцией это должность так ну грубо говоря статус я понял что не было никакой дополнительной сущности просто борьба шла за власть то есть локи меркурий гермес он хотел стать высшим божеством и кстати у этих у скандинавов про это говорится что поскольку он был полукровкой то ему не светило стать высшим божеством занять место тора он был братом тора но его место он занять не мог потому что он полукровка да и поэтому вот тор мог быть вы занять место одина а меркурий ну в смысле локи не мог и поэтому якобы он пошел на сговор вот с этими с темными силами и впустил их сюда чтобы рагнарёк то начался вот а я так понимаю что он как бы сымитировал что он якобы погиб а потом уже вот чем был смысл этого договора с евреями чтобы они его начали считать янусом январусом да вот этим высшим богом ему поклоняться и всех построить под него вот чтобы он как бы не мытьем так катанием занял место верховного как бы в сознании людей занял место верховного бога и поэтому у нас как говорится что имя бога тайна его нельзя вслух произносить а почему чтобы никто не понял что произошла подмена понимаешь получается что он вот тут по куролесил и действительно с кем-то из этих ребят из темных потому что сам бы он не смог все это провернуть получается что вот мы выходим сейчас на этот ключевой момент как тут все это происходило ну среди десяти основных грехов в христианстве лжи ты нет нет такой заповеди не обмани ближнего своего есть не уже свидетельствуй да 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 это всем другое инструмент да инструмент подавления и управления поэтому скорее всего локи и по природе своей тоже не имел способности к вранью технологию эту технологию ему обучили или и или внедрили генетически то есть те которые и пришли сюда принесли эту технологию случае с богами там про генетику там немножко другой скорее всего какой-то у них механизм но вот понимаешь получается что он не только здесь тут всех стравил он еще и вот этих солнечных когда они пришли он же понимаешь вот мы с тобой все гадали а кто был четвертый мы три планеты определили что три три грации да вот три женских сущностей а четвертая получается у нас четыре планеты внутри солнечного круга нас меркурий земля венера и марс а вот теперь смотри девушка да написала олег доброго времени суток посмотрела ваши эфиры недавнем стриме дмитрий говорил про локи что он покровитель торговцев и что тот живет в луне интересная мысль насколько мне известно по скандинавской мифологии локи был довольно красив но не из земных он был изворотлив но и говорил правду не стесняясь выражениях и богам и великанам то есть он занимал достаточно высокий уровень в энергетическом плане считается отцом всех видим и вот что я вспомнила китае существует легенда о том что в луном дворце живет белый лунный заяц который из года в год толчет в ступке порошок бессмертия заяц или лунный кролик это священное животное богинь мужское солнечное начало и женское лунное одно без другого не может гармония и единение противоположных начал дает толчок новому времени заяц символ плодородия перерождение воскрешение жизни цикличности а еще языческие вересы также покровитель предпринимателей торговли я к тому что все переплетено на свои на свою и наслоенное что первично а что нет трудно разобрать кому о том что ты говорил про того белого великана или большого великана который живет внутри луны находился раньше внутри луны находился раньше внутри луны он кстати он именно под именем син присутствует в шумерской мифологии вот я сейчас на него там вышел а сейчас его начал там это все собесмотреть и он пришел четко бог луны син син а да вот этот он у них четко присутствует но у них я не нашел аналога луки меркурия пока возможно что это он и есть смотри вспоминая старые наши стримы и видео встречи я напомню тебе о том что ты говорил что меркурий он во первых не крутится духа сейчас там нету да да он абсолютно мертвая планета мертвым можем допустить что дух перешел внутрь луны ну каким-то каким-то образом они предоставили локи некую некий саркофаг но видишь как скандинавы жизни просто так сказали что умер но они видимо умер то говорят про вот эту планету но это умерла умерла конкретная вот эта планета но дух то остался он просто покинул эту планету понимаешь что а где он конкретно находится это отдельный вопрос но луна тоже мертвый планета сейчас там тоже никого нет она тоже не крутится а венера нет венера с венерой у неё есть вращение она лежит только на боку да то есть она как бы не у неё как бы наклон очень большой но она вращается с ней с этих проблем нет она просто она пони вот смотри интересный момент что венера находится вне как бы нашей системы она крутится вокруг солнца да вроде бы но она лежит на боку а это значит что ее вихрь не в общем вихре который систему подпитывает и обеспечивает а она как бы отдельно она как бы выделенные системы выведена она не может от нашего общего вихри получать энергию знаешь что меня беспокоил не дает мне покоя еще одно у меня такая мысль пришла я не второй день обдумываю сегодня по телефону тебе не стал говорить чтобы тебя вообще не сбивать смысле чтобы тут и подготовился там как-то выстрелил то что ты будешь на стриму и чтобы не перебить условно говоря вероятность вот смотри блоки допустил ошибку крупную серьезную он видит чему эта ошибка привела он хочет исправить у него есть еще не только у него на то время если еще возможность смены пола он меняет пол и пытается исправить у это уже как богиня но старта и штар и сида тоже с рогами рисуются что локи с рогами рисуются что богиня потом с рогами становится понимаешь что сатана вероятность и начинается война и второй раз проигрывает но сейчас тут в живом состоянии только как женщина или в полу живом не могу от этой мысли она мне прямо взвербит очень большая вероятность что локи сейчас женщина почему потому что когда два или три дня назад ты мне позвонил из сказал про льва я в этот день чистила снег и ты понимаешь я опять подтянул связки левые именно в этот день почему-то именно тогда когда опять появился лет я думаю ну то что конкретно то что конкретно то надо понять ну левая сторона а вчера уже прямым текстом вчера женщина 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 конкретно буквально буквально так вот вероятность не могу утверждать но делаю предположение что вероятность того что локи это сейчас и есть это богиня некая астарта или но нет астарта и штар я так думаю что она и есть венера и там как раз там дело не в этом дело в том что если он действительно пол сменил и он себя понимаешь как вот в этой самой у меня насторожило свое время в греческой мифологии афина паллада потому что эта сущность вообще непонятно откуда и кто она официально считается в одних источниках называется дочерью зевса но выясняется что мать у нее не гера то есть супруга зевса гера но она не мать афины паллада а потом в другом источнике я у нахожу что оказывается герой и зевс ее удочерили она вообще откуда-то там со стороны появилась то есть она не и даже и не дочь зевса понимаешь и она не дочь геры а она удочеренная зевсом и герой типа но она тоже она же существо божественное понимаешь откуда она взялась кто она такая непонятно но они создают триумверат вот эту вот тройку которая покорительствует аристократии да и вот этой вот их не всей элите римской греко-римской да и они являются как бы олицетворением вот этой высшей власти да а в противовес им создается другая тройка да куда входит гея туда входит значит у римлян они называются либер и либера а вот как они называются у греков я так и не нашел да вот то есть туда входит церера то есть наш дух планеты церера входит в эту тройку да нигея неправильно сказал нигея церера входит либер и либера да и они создают вот эту тройку которая покровительствует плебсу то есть народу и у них начинается противостояние вот так вопрос а афина тогда кто откуда она взялась она понимаешь проявляет и черты мужчины и черты женщины она и воительница и как бы и там тоже с весьма такая своенравно и прочее да и что интересно если мы посмотрим у скандинавов там тоже с этим локи все не так просто он тоже не родной сын а воде на тоже как бы усыновленный то есть как бы уж ни один не не отдали это в случае столько выступающихся в виде мужчины в виде женщин афина да фаина такая фа-инь фа-инь в общем с этим надо еще поразбираться но то что вот вокруг этой штуки его крутится да ну у скандинавов четко было что вот я это нашел что да вот была борьба то есть как бы логике был очень недоволен тем что он не сможет занять первое место ну как бы стать хорошо равным ну да косвик видишь косвенным образом я попытался реабилитировать локи но вероятность смены пола если она была такова вероятности а не того что он стал хорошим и попытался исправить а могла быть вероятность что он попытался скрыться ну как вариант и и таким образом он скрылся внутри луны как вариант каком-то там виде ну ладно я вот озвучил понимаешь понятно что туда надо еще смотреть и фигура локи она неоднозначно то есть это понятно что все равно какой-то наш дальний предок родственник понятно накосячивший но вот смотри вот этот гермес греческий да он же выступает позже как гермес трисмегист да вот в этой всей эзотерики европейской и он по сути является основоположником всей этой европейской эзотерики вокруг как который там вся эта их не элита пляшет понимаешь вот то есть тоже мы здесь видим что есть некая связь и что он заходит то через то есть он берет под контроль элитные группы да и через них дальше пытается все это рубить то есть обрезает как бы связь этих групп с реальным как бы высшим уровнем до перехватывает как бы информационный поток а дальше начинает им нужную информацию просто пускать и как систему ввести свою сторону вот какая получается технология то у него вот он не является высшим божеством но при этом он всех убеждает что именно он и есть высшее божество да вот и как это понимаешь я так понимаю что вот потом запрет на прямой контакт который появляется ну не знаю там вот то что было до реальной современного христианства там же как вот в этих церквях там не в церквях где-то я находил что только почему только священники могут общаться с богом якобы а потому что как бы обычный мирянин он не сможет понять где бог а где дьявол никто с ним общается понимаешь а я так понимаю что вот возможно но с этим и связано что раз он перехватывал канал то обычный человек не мог разобраться а кому он обращается кого получает ответ так а здесь сейчас вообще техника безопасности со стороны священника вообще непонятно кто того кого они демонизируют вполне возможно оказывается что это как раз и есть те наши прошлые цивилизации богов ну так а он свои 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 племена и поставил рулить и в церкви в обществе понимаешь и получается что понятно что они будут демонизировать тех которые есть нормальные боги ну как ту же истар астар что она демониться стала вот и сатурна точно так же они в сатану превратили понимаешь то есть как бы того кого папа подвинули мы их но они их и как бы и опускают лучше интересно что ведь сатан это тоже свойство противник бога противником бога может быть любой есть конкретный люцифер несущий свет но это вот можно какими собственные рассматривать а сатан он противник бога ну переводится противник бога да вот сатан мог быть локи сначала потом сатан мама могло воплощение женское быть стоп стоп давай с чего начнем что когда титана махи у нас юпитер противник сатурна а сатурн в тот момент является высшей сущностью он еще центр системы а противник бога тогда именно юпитер а уже когда он победил они поменялись местами теперь он становится высшей сущностью а сатурн становится его противником понимаешь а до этого точно такая же картинка между ураном и сатурном сначала уран является главным сатурн получается противник бога да потом они меняются местами и теперь уже наоборот понимаешь тут опять же кто у вас главный а кто никто не главный тут тогда что сатана за это тоже как бы не конкретная личность а это как бы функционал вот поэтому в этом контексте люцифер это представитель прошлой цивилизации которую усиленно демонизирует и там кстати 72 лучших бога и у евреев сифирот книги как раз 72 описано ключа аркана вот поэтому у него не у евреев у тех которые владеют кого они забрали книгами вот кстати поясни про тару а потом про раму ну под про тару мы там и прошло нормально идет связь идет связь мы про не конкретно не говорили что конкретно тара ящик почему почему я чеки да 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 вот со словом с этим самим термином тара тара да вот а когда я начал эти с этим словом работать и попросил мне показать картинку да как бы образ что это такое почему вот и это получается что нечто что может внести вместить это не то что даже не то что вместить а может принять этот поток ра то есть это тара да то есть ра там ра присутствует то есть она может принять этот поток и нести этот поток до как бы перемещать да то есть как бы как подсказать то есть принять хранить и передавать перемещать вот вот она таро то есть это то что принимает рак и почему она именно богиня женской сущности до что она принимает поток от солнца от звезды вот этой энергии вмещает его в себя трансформирует и потом появляется уже жизнь до которую она тоже как как производную отра несет в себе на себе вот она таро да то есть то что как бы несет вмещает эту рай несет себе тур а вот она таро то есть это тоже как бы функция это не конкретная то есть тера тары это не конкретная личность как нам пытаются представить опять же когда вот про римскую говорят, что вот аналог геи – это тара. Нет, гея, она является как бы вселенской тарой, да, то есть она уровень вселенский имеет, но она тот же функционал, что конкретная сущность планеты, да, внутри планетарной системы выполняет, только она на уровне выше находится, да, вот. А здесь любая планета является тарой или терой территории, да, как бы вот, вот она, тара, да, то есть любая планета – тара, то есть принимающая ра, несущая в себе и как бы трансформирующая тара. Вот она, тара. Любая планета – это функция вот этой сущности. Принимать ра и ее трансформировать. Определение. Слушай, а можем мы тогда дольмены рассматривать как инструмент тара? Тут сложный вопрос. Видишь, они же как? Мы когда в свое время с ними работали, получается, что их строили, чтобы получить что-то типа… Ну вот дух, когда тело умирает, дух развоплощается, и когда тело разрушилось, он теряет точку подключения к физической реальности. Ему нужен либо посредник в виде другого живого существа, да, либо нечто, через что он сможет заходить. И вот они создавали эти именно из определенного… Причем дольмен, он же не просто из какого-то там любого камня строится. Там должен быть в этом дольмене обязательно определенный минерал с определенными свойствами. Кристаллический. И вот на этот кристаллический минерал они как бы записывали вот этот код, то, что у нас в ДНК прописан, точка подключения духа, да, вот, они его как бы туда переносили. И через этот дольмен получалась точка входа, через которую дух мог взаимодействовать с физическим миром и с теми, кто приходит. Вот, вот, ты пришел к дольмену, ты начинаешь с ним общаться. И ты можешь через вот эту… Ну, это, грубо говоря, как это, как сказать, ну, не телефон, но что-то типа места связи. Вот. Вот. Точка, куда надо воткнуть свой провод, да, розетка для подключения, для связи между мирами, между тем миром и этим, да. Вот. Это вот такой у него был как бы изначальный-то смысл. Вот. А потом уже там стали вокруг них что-то городить, какую-то систему. Вот. То есть, в принципе, инструмент, как инструмент, да, это инструмент, но он больше информационного уровня, информационного взаимодействия, а не энергетического. Да. Смотри, так получается, актуальные эти будки были как раз на изломе цивилизации. Когда уходила мощная цивилизация, а нужно было сохранить как-то связь, не потерять эту связь, да. То есть, актуальность такого количества дольменов, строительства, таких затрат, если с этой стороны заходить. Там, понимаешь как, там есть очень важный момент, как нам объясняли. Они знали, что нарушатся вот эти способности и готовились к этому моменту. То есть, вот тем людям, которые еще строили дольмены, им как бы сами дольмены были не нужны. Но они знали, что через некоторое время вот это поле силовое ослабнет, и у нас способности упадут, тоже ослаблют, да. И нам нужен какой-то дополнительный инструмент, который нам позволит, ну, в том числе, выходить на ментальный контакт, да, общаться, взаимодействовать. И они готовились к этому моменту. То есть, они уже как бы видели, что, скорее всего, это наступит момент, когда поле отключится. Ну, то есть, оно не совсем отключится, но ослаблит, ниже того уровня, после которого начнут нарушаться обычные процессы, в том числе вот этого информационного обмена. И они для этого построили дольмены. Ну, да. И в этом контексте храм солнца, как крайнее сооружение, крайнее сооружение последней возможности, когда уже то не работало, попытались сделать еще что-то, и попытались, применив ту же технологию, вот этот гидроизолированный дольмен, но пытались, 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 и, видимо, что-то, что-то и было у них со связью, но она как бы стала тише, тише, тише. Да, 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 не попытались усилить, да, оно... Да, батарейка падает, 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 и в конечном итоге ушли и забросили. Про Раму расскажи. Раман. А, Раман? Главный бог индуизма. Один из главных богов, он там не единственный. Там, получается, Вишну, Рама и Шива. У них три мутри-то их нет. То есть, три основных, как бы, сущности. Вот. А Рама – это тоже... То есть, у нас Брахма, да, то есть, Брахма, то есть, Тамра и Ма присутствуют у Брахма. Но Брахма по индуистской модели – это первая материальная сущность, да, и он считается не высшим богом, он считается полубогом. Почему он полубог? Потому что у него есть привязка уже к физическому воплощению в виде вот этого светила солнца, звезды, грубо говоря, да. Вот. Но он при этом демиург, да, то есть, он создает систему планетарную, он создает все планеты, и дальше на них там живут существа. То есть, он как бы для данной конкретной системы, он, а, демиург, и, б, он высшая сущность, самая сильная, самая могущественная. Вот. А Рама – это тот же уровень, только в масштабах Вселенной. Да, то есть, ну, грубо говоря, галактики. Я не знаю, распространяется ли он на все галактики или нет. Вот тут я не могу ничего сказать. Но это уровень более высокий, чем у Брахмы. То есть, это Брахма неотыгощенной материальной составляющей. То есть, это та же Ра и Ма, да, только идущая как бы с уровня выше. Ну, так же, как есть Тара, а есть Гея, да. То есть, Тара – это конкретная планета в планетарной системе. А Гея – она тоже Тара, только на уровне Вселенной. То есть, у нее уровень выше, как бы, сущности. И смотри, что интересно. Астарта, да, вот правоприемница Астарта, она и несет в себе корневые признаки Тары. Но с добавлением АС, АСы, да, Азия, как таковая. АСы, Азия, да, АСы. АСы идут от Астарты, да, это ее, как бы, племя. Ну, так же, как русские идут от Русы, да, то есть это... АСы идут от Астарты. Да. И вот смотри, что тогда получается из контекста Рама. Кто такой Авраам? Кто такой Авраам? Может быть, звали-то его совершенно по-другому. А, как говорится, директор виноводочного завода. Авраам. То есть, тот, который Авраам. Чего тут Авраам? Ну, я вот недавно это смотрел, но пока там тоже масса вопросов по всем. Понимаешь, во-первых, момент какой? Насколько вообще это имеет отношение к тем, кто сейчас себя называет евреями, иудеями и прочим. Да, вот к этой группе. Вот. Я так думаю, что они себе этот Ветхий Завет и Тору просто приписали. Когда начали тут эту систему глобального контроля выстраивать, они просто убили, что это наше. Это как это у них? Хупца называется. Хуспа называется. То есть, как бы наглая ложь. Вот. Скорее всего, источник-то не ихний. Потому что вся эта модель-то, она относительно недавно начала закручиваться. Вот с этими, грубо говоря, с жидами. С жидовской еще. Да. Смотришь, как характерно. Септуагин-то же, да? 70 толковников, то есть Библию переводили. Так, вероятно, того, что не переводили, а 70 каких-то толковников собрали некоторые материалы, которые решили. Вот. А теперь это мы объединим в так называемую святую книгу, Библию. Где там? Да, да, да. С творением мира. Так, Олег, это же даже не скрывается, что ветхий занет собран из разных текстов. А есть еще апокрифы. Что такое апокрифы? Да, это то, что официально не признано и не включено вот в этот состав. Точно то же самое они сделали с Махабхаратой в Индии. Они собрали кучу текстов. Это сказали нам, это не годится, это плохое. А вот это хорошее, мы их объединили в порядочке, в нужном расставили. Теперь это Махабхарата, индийский эпос. А где все остальное? А это как бы, туда не смотреть. Там все неправильное, ложное, искаженное и прочее. Хотя на самом деле все с точки зрения наоборот. И здесь ровно то же самое. Ровно то же самое они сделали. Все делалось по одной схеме, по одному сценарию. И я так понимаю, что вот с этими мифами Междуречия, там все ровно то же самое. Кто там их исследовал, описывал? Ну те же британцы и те же европейцы. Ты понимаешь? Мы же их откуда знаем? Мы читаем в оригинале, что ли? Нет, мы видели эти тексты? Нет, не видели. Где оригинал? Ну даже мне сейчас дай на древнем шумерском. Я что, на нем читать умею? Я не умею. Я все равно, значит, я читаю что? Я читаю какие-то переводы, какие-то адаптации. А кто у нас там видит, средний вид, ну как бы, земноморье все осваивал? Ну вот они, европейцы, и осваивали вот эту цивилизацию, Локи. Понимаешь? Они это и как нужно, и мы скорректировали. Ну пока мы видим прямой факт того, что тщательно вымываются, вымываются признаки и остатки прошлой цивилизации, как таковой. Да. И если в этом контексте, три рода какие? Ну три рода, вот земные, морские, и получается те, которые сейчас присутствуют только на ментальном плане, духовные, да? Но которые оказывают влияние на наш материальный мир. Нет, 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 смотри, три рода должны быть, это те, которые вот наземные, да, которые вот мы на земле живем, да, это которые подземные, и это которые в море. Вот они, три рода. Подземные, наземные в море. Что интересно, воздушных нету. Воздух у нас выпал. А он как дух, как эфир. Эльфы некие. Да. Лев, он же тоже, если вот так вот долго-долго говорить, лев, 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 превратится в эльф, 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 эльф. Эльфийский народ, блин. Эль, бог, да? Эль, как это? У эллинов-то, эллины-то были, да, поклонялись кому? Эль. Ну, а Эль это и у этих, вот в этой вот, в Междуречи-то у них тоже там есть бог Эль. Он там присутствует. Он тоже у них один из древних богов, так что как бы это оттуда, я так понимаю, уши растут. То есть он присутствует как бы, как сущность. Ну, есть важные ключевые моменты, даже то, что мы понимаем, свойства. Кто такие священники и кто такой лев? Да, и кто такие левиты как таковые? Люди способны проводить поток. Нужны ли они этому миру? Без порно нужны. И лев нужен ли миру животных? Без порно нужен. Да. Некие проводники, которые структурируют пространство на основе, ну, на своей способности контакта с демоническим миром, блин, демоническим миром. И как не почитаешь эти демоны и демоницы, тот огонь людям принес, этот знанием научил, это богиня плодородия, любви, блин. Вот, ты понимаешь, что творится, да? И все демоны. И все демоны, да. Да. Вопрос, враги-то они кого? Того, кто здесь захватил систему и не дает как бы ее восстановить? Да. И кто в этом контексте архистратив Михаил со своим небесным воинством? Да. Вот здесь-то мы четко видим, что есть некие какие-то силы божественные, которые нам вообще не подвластны, когда вот они воевали. Вот здесь-то мы видим, что захватчики какие-то пришли, энергосущности, и другие энергосущности, ну, или воплоки, воюют с ними на каком-то небе. Ну, я так понимаю, что они были и так, и так. То есть здесь нет, что они по всему. То есть у них так же, как у наших, у нас, ну, мы как бы, да, с нашими богами, да, у нас физический план, они духовный. Я так понимаю, что с той стороны было ровно то же самое. У них должен быть и физический уровень, и у них должен быть энергетический, и духовный уровень. Ну, да. Представляешь, вот из 7 миллиардов живущих биологических существ человеческих, да, ну, сколько, ну, пусть, допустим, миллиард, все равно какой-то относится к какой-то той или иной конфессии, и тем или иным способом молится, ну, то есть производит энергопроцесс, энергоресурсы куда-то его скачивают. И все отдают это неким ангелам на небесах, да. Так понятно, Венера так будет до конца мира лежать на боку и быть раненой, и земля точно так же из комы не выйдет. Понимаешь, мы к кому отдаем-то? Да. А усиленно говорят, а эти демоны, понимаешь, а эти демоны, зато те хорошие. Нарисовали с белыми крылочками, они хорошие. А этих рисуют с теми же крыльями, только черными. Это знаешь, как у нас у речи вокзала стыла какой-то пехотный полк времен Наполеонской войны. Что он здесь делал в Томске непонятно, но вопрос не в этом. На этой стеле баталии Бородинского сражения. И с одной стороны в одной одежде, в форме, и с другой оружие одно и то же, шапки одни и те же, только эти вот, а говорят французы, а эти, говорит, вот русские. А чем отличаются? А у этих полосочки беленькие, а у тех желтенькие. Ну. Понимаешь, на мундире. Я говорю, ребят, а вы уверены, что вот когда вы в бою, да, что вы сможете отличить, где полосочка желтенькая, где беленькая? Да, в пожарище, в этой суматохе, в этом стеле. Да, 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 да. Вот такие дела. Ну, резюме, да, резюме надо посмотреть насчет смены Пола Локи, потому что Локи неоднозначный персонаж и, по-моему, один из ключевых, блин. И ты понимаешь, что, судя по всему, я вот так в свое время пришел, знаешь, к какому интересному выводу? Что вот эта вся сейчас суматоха вокруг трансгендеров и вообще вся эта мода на Западе на трансгендеров, я так понимаю, она не случайно возникает. Потому что сейчас говорят, вот это, вот сейчас пошло новая тенденция. Ребят, стоп, погодите. Открываем старые журналы порнографические, европейские, там этих трансгендеров с 60-х годов уже полно. А возникает вопрос, ребята, а вы откуда отчаяния взялись-то? Это у кого такая мода-то интересная получилась? И вопрос, а они на самом деле, как бы, вот как нам говорят, мужики наелись таблеток? Или просто нам мозги пудрят? А это некий отдельный биологический вид, который просто вместе с нами тут живет, как бы, и чтобы у нас вопросов не возникало, нам придумали вот эту сказку про трансгендеров. Понимаешь? И не являются, ну, грубо говоря, если Локи менял туда-сюда пол, да, то есть получается, что он, он мог же в какой-то момент вот это миф-то про гермафродита. Причем гермафродит, он к афродите имеет прямое отношение, это потому что гермафродит, это, ну, как это сказать, герм, это зародыш, да, по-латински. И получается, что он, ну, как, как это сказать, единокровно, как это, на яйцевый близнец афродиты, получается, то есть он брат афродиты. Или сама афродита в процессе трансформации, понимаешь? Ну, гермафродит это афродита, только вот она, или перерождающаяся афродита, или зарождающаяся афродита, ты понимаешь, что? Ну, там есть очень маленький момент важный, что это существо, почему он запомнился, потому что они пол меняли многие. Мужской, женский, мужской, женский, ну, как бы это получение опыта, там, новых каких-то жизненного опыта, да, там, каких-то новых навыков. Вот. И это была нормальная практика. Но они не, то есть, ну, этот процесс запускался, и человек, ну, грубо говоря, сущность была мужская, переключила потоки, да, перестроилась, стала женской. Перестроилась обратно, стала мужской. А этот, он остановил процесс в середине, и он не стал ни мужчиной, ни женщиной, понимаешь, что? Гермафродит не потому, что он, вот, как он говорит, он не смог определиться. Вопрос, он не смог определиться, или он не захотел завершить процесс, понимаешь? И он стал и тем, и другим сразу. То есть, он получился, как бы, и не мужчина, и не женщина. Причем, что интересно, он утратил, мне тоже говорили, вот, Гермафродит, как бы, хочет, как бы, то есть, он может и мужские, и женские функции одновременно выполнять, может и рожать, и зачинать. А я, когда стал с этим разбираться, я понял, что не, ни хрена, как раз совсем наоборот. Он не может и не мужские функции выполнить, и не женские, то есть, он бесплоден. Пока он процесс не завершил, он должен либо в одну сторону процесс завершить, либо в другую. Когда он посередине застрял, он ни то, ни другое, он ни мужчина, и ни женщина, он ни мужских функций не может выполнять, ни женских. Понимаешь, и получается, у него тогда должны быть ограниченные возможности по работе с энергиями, потому что он еще, то есть, он уже, он еще и с мужскими не может работать, ну, и с женскими не может работать. Тогда за него это должен делать кто-то другой. Вот тогда, вероятно, того, что из Меркурия, из одного состояния он вышел, Меркурий не живой. А в другой не перешел. Не перешел. Тогда где он? Потому что, если брать Афродиту, опять возникает Венера. Ну, Афродита же Венера. И можем ли мы связать ее с Локи, ну, то есть, Люцифера с Атану, падшего ангела, с Локи, или все-таки нет? Или все-таки Локи не успел перейти, и его, как бы, знаешь, в Луну поместили, да, и вот он там лежит сейчас, как в саркопаде. Он не успел перейти или не захотел переходить, потому что это как бы, что значит не успел? Он просто не захотел завершить процесс, значит, у него был какой-то, ну, опять же, видишь, вопрос, почему он не захотел, и почему он его остановил? То есть, с одной стороны, это тоже некий новый опыт, да, а с другой стороны, ну, он же утратил, получается, некую часть способностей, причем он и мужские утратил, и женские. Он не стал ни тем, ни другим. И можем ли мы соотносить его с тем великаном Синой, который внутри Луны, опять же? Может быть, там совершенно другой персонаж, да? У меня сейчас на ум пришло другое. Раз Локи открыл проход, ну, портал открыл, у него же ключи, он же знает как. Он, если его открыл, он или до сих пор открытый, или вот он открыл, зашли, ну, солнечные пришли, они могут перекрыть, перекрыли, да? То обратный процесс-то у Локи... Нет, проход точно закрыли, потому что у меня была какая информация, вот то, что они с этим коллайдером сейчас химичат в Европе, и пытаются создать очень мощную концентрацию энергии в одной точке. Вот они как раз пытаются этот проход снова открыть. То есть вся эта возня вокруг коллайдера, она только с одной целью – открыть портал. Техногенными способами сконцентрировать энергию, потому что другими у них не получается. И открыть портал туда, в свои миры, вот. Потому что теми способами, что они раньше делали, им солнечные заблокировали. Я сейчас кровольную мысль скажу. Ну, она прямо тут приходит. Локи, он такой крутой шпион, четко действует не один. Они открывают портал, этих, этому разоту запускают сюда, Локи закрывает, закрывает и линяет каким-то образом, понимаешь? Ну, если мы берем то, что наша Солнечная система от той всей галактики, да? То есть намеренный капкан, намеренный. Ну, а сюда… Да, вот, кстати, это интересная мысль, потому что, понимаешь, как? Я уже давно пропонял, что здесь некая экспериментальная система и некая, как бы, база, где изучаются возможности вот этой техногенной системы и пытаются понять, как ее адаптировать, как ее приспособить. Как вообще с ней взаимодействовать, понимаешь? Ну, возможно, что, да, их специально сюда запустили, потом это все закрыли, а сейчас… Ну, давайте, ребята, что вы еще можете… Покажите, какие еще у вас есть возможности. Так, ага, вот это, ладно, понятно. С этим научились бороться. Ну, что у вас еще есть? Ну, ага, вот у вас там есть еще ядерное оружие. Так, отлично, показывайте, как работает. Так, будем понимать. Ага, понятно, научились с ним работать. Что у вас еще есть? А вот еще есть компьютеры. А, ну, давай компьютеры. Ну, давайте, стройте компьютеры, посмотрим, что это такое. Ага, настроили компьютеров Так, что там? Ага, неродные сети Ну давай, что и у вас Понимаешь, они просто из них вытягивают технологии Смотрят, что они еще могут Ну, есть такая вероятность, да? Да-да-да Слушай, а ты знаком Секс-президентом Болгарии Плавином Пасковым? В смысле, который Вот он на ютубе ролики выкладывает? Да-да-да Ну я некоторое количество смотрел, да Мне вчера девушка одна сказала Говорит, я о Дмитрии Мыльникове Узнала от Плавина Паскова Потому что Плавин Пасков Я попал на видео, где Плавин Пасков говорит Что все, что вот Вокруг творится Он самую трезвую и разумную Разумное объяснение Видел у Дмитрия Мыльникова Поэтому, говорит, если вы хотите Читайте И смотрите материалы Дмитрия Мыльникова Я даже не знал, что он смотрел Ну вот, я тебе говорю Вот такие вот дела Я сегодня посмотрел его прогноз на 23-й год А надо понимать, что его прогнозы сбываются Ну он тоже такой, знаешь, это не Хазин Он более трезвомыслящий И это Стоящий на... Хазин, бывает, летает где-то в облаках своих Непонятно Хотя тоже Хазин очень классный, да Политолог, аналитик Вот он прогнозирует Лавров-то, извини Они же все подписали То есть они подписали Договорные На Бали Договорные все вещи В рамках общей Всемирной Организации здравоохранения Что вакцинация Это надо признать Достоянием общества То есть сделать это Достоянием общества Что это нужно Увеличить Боление душой За нацию И за все такое прочее И Пламен Пасха говорит, что как раз Осень 23-го года А вероятно Пиковая Это будет середина 24-го Вся эта фигня Вернется Потому что, посмотри Сейчас люди-то все Успокоились Вдительность-то потеряли Да, и тут еще сейчас Королеслица То есть Украина И всем прочим Да, как бы Формационный Фокус сместили Но они, кстати, с Украины Сейчас очень сильно Отглушат все остальные Всю остальную информацию То есть, как бы Там много чего происходит За, вот в тени Этого процесса Этих событий О чем большинство людей Даже понятия не имеют Знаешь, то есть, как бы Тут, да Тут я согласен Ну что, давай На сегодня будем заканчивать Надо еще все это переварить Еще раз все послушать Да Это просто к тому Это просто к тому Что сильно-то, конечно Переживать и бояться не надо Но опасаться-то надо Предупрежден, значит, вооружен Ничего не завершилось Не завершилось И Как и мы понимаем Ихний Локомотив Куда он шел Он туда и идет Никуда он не сворачивал Просто Но ты понимаешь Тут есть еще один момент Что, собственно Сама планетарная Вот эта Тектоническая катастрофа Еще даже толком не началась Она обозначилась Вот вся эта активизация вулканов То, что как бы Начало Было очень много Мелких землетрясений Да, какие-то процессы Где-то вода пропала Где-то вода пошла Где-то газ пошел Понимаешь Оно вроде что-то начинается Но оно пока начинается Потихонечку А по прогнозу Коли Который он еще Вот до болезни сделал Он сказал Что самый пик будет Двадцать четвертый год Двадцать четвертый год Проходим Пойдет на спад Двадцать третьем Уже это будет фиксироваться Повсеместно Двадцать третий только начался То есть они может Что-то и запланировали Но, как говорится Солнечный еще свой ход Не сделали Ну, ну да Понимаешь Поэтому То есть А когда начнется Вот это Если это начнется Повсеместно И подъем воды И тектоническая Активность Там уже будет Не до Украины Все Потому что Мы когда Вот на Алтае Еще были Вот в двадцать втором году Я же там тоже Когда мы общались Я спросил Что с Украиной делать Мы сказали В двадцать третьем году Вы про Украину забудете Когда все процессы Начнутся Вы про Украину Забудете Вам будет Не до Украины Ну, в этом плане Тогда И не до вакцинации Будет Если будет Да В том-то Все и дело То есть Когда природные силы Вступят в свои права Там уже Ну Это не наш уровень С которым Мы можем С ними справиться То есть Ну Вот в этой надежде Вот в этом Осознании И будем завершать Сегодняшнее видео Да Да Все Всем пока До встречи Олег Рад был тебя увидеть Пообщаться Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok